Спонсор проекта компания Сапфир. Сапфир. Наши лучшие рекомендации. Здравствуйте, я Арина и это Технокухня. Вы зашли посмотреть обзор видеокарты GeForce GTX 780. GTX 770 стоит 13 тысяч рублей, GTX 780 – 21 тысячу, в то время как Titan – 32 тысячи. Такая большая разница понятна. В отсутствии конкуренции Nvidia снимает сливки. Получилось, что новая седьмая линейка – это улучшенная шестая линейка плюс к ней 780-я. И Titan для мажоров и особо озабоченных фанатов. Итак, выпустив короля одночипового рынка Titan, Nvidia выпустила и его отбраковку GeForce GTX 780. Хотя, по идее, карту нужно было бы обозвать Titan Lite. В основе GTX 780 лежит тот же графический процессор, что и у Titan – GK110 на архитектуре Kepler. Однако, в отличие от Titan, у кристалла GTX 780 отключен один блок потоковых мультипроцессоров SMX. Тем самым, количество CUDA ядер сокращено с 2688 до 2304, или на 14%, а цена-то меньше на 35%. Число текстурных блоков уменьшено с 224 до 192. Объем памяти снижен с 6 до 3 гигабайт, что на самом деле не фатально. Вот и все урезания. Шина, число блоков ROP и другие параметры не снижены, а частоты чипа даже приподняты. Интересно, что для 770 и 780, да и для Titan, достаточно блока питания мощностью 600 Вт. У нас на тестах референс-образец от Zotac. Забавно видеть разные цены. На самом деле, переплата того не стоит. Все референсы делаются на одном заводе. Различны лишь наклейки. Кулер пришел к нам еще со времен GTX 690. Такой же установлен и на Titan. Испарительная камера в основании, длинный алюминиевый радиатор, металлическая подложка и вентилятор, выдавающий воздух как из системы, так и внутрь корпуса. Неизменно и надпись с подсветкой. Как всегда, 4 знакомых нам интерфейса. 2 DVI, HDMI и DisplayPort. Для питания есть 6 и 8 пиновые разъемы. Длина видеокарты 26,7 см. Такая же, как у Titan или GTX 770. Прогрев фурмарком подарил нам 80 градусов пики. При этом вентилятор разогнался только до 45% и 2080 оборотов. При этом шум с 1 метра всего 34 дБ, что слегка больше дневного фона в квартире. Весьма тихая, даже в нагрузке видеокарта. Теперь произведем разгон. 1073 МГц по чипу и 6836 МГц по памяти. Вполне себе неплохой разгон относительно штатных частот. Тест Mafia 2 дал нам 129,7 FPS. Отрыв всего лишь 16% от GTX 770. И заметное отставание от GTX 690, которое, впрочем, и стоит на 9000 рублей дороже. Итак, давайте все же продолжим сравнение с 770. В баттле на выходе из машины 72 против 81 FPS. 11% разница. Метро 2033 58 против 70 кадров в секунду. 17,2% разница. Причем просадка уже до 19, а не до 16 FPS. Метро Last Light в среднем 37 против 41 FPS. Разница всего 4 кадра в секунду, но это почти 10%, как в той же баттле. В Crysis 3 было выше 33, стало выше 42 кадров в секунду. Прибавка 21%. Видно, какую игру вылизывала Nvidia. Но больше всего удивил Hitman. 61 FPS это куда лучше 42. 31% разницы. Мы перепроверяли. И тест шел на равных условиях. Все на максимуме и со сглаживанием. Как и в случае с GTX 770, мы были удивлены артефакту с волосами в Ларри Крофт. Мы использовали свежий сертифицированный драйвер, но не всегда это помогает. Ну что же, с GTX 780 комфортнее играть в Crysis 3. Но стоит ли это 8000 рублей? Уверены нет. Crysis 3 и на GTX 770 неплохо летает. А уж разница в метро Last Light вовсе не критичная. И точно переплаты не стоит. Если есть желание сильного отрыва, по-прежнему лучше купить с рук GTX 690 за 24-25 тысяч рублей, чем GTX 780 за 21 тысячу. Ну а теперь блок сравнения с GTX 690. Не высовывайся. Двигайся. Эй, бандит, отвлекающий маневр. Пророк. Идем. Командир Ромео. Ромео 1. Начинаю выжигание. Прием. Понял, Ромео 1. Мы должны протащить тебя туда, внутрь купола. Война начинается. Бродяга 1-3, это бродяга главная. Ситуация развивается. Высаживай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Пошли. Похоже на вечеринку, мы опаздали. Где десантная группа? Бояркова каждому, кто побежит за вас, и взошелок любому, кто остановится. Миша, ну назад, отходим. Все же в GTX 690 мощи больше, тем более она и титаном гоняет. Итак, делаем выводы. GTX 780 карта, которая не оправдывает свою стоимость, как и титан. Лучше брать 770, ее на все хватает. Или 690, если хочется почувствовать мощь. А с вами была Арина. Пока-пока.